Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. Сегодня в городском Акимате обсудили ход выполнения задач, поставленных президентом страны в программе «Нурлыжол». Эта программа позволит обновить инфраструктуру областного центра. О проектах, которые будут реализованы в этом году, доложили руководители отделов жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Уже в 2014 году в городе в сферу строительства было направлено более 6 миллиардов тенге. Почти 5 миллиардов тенге были потрачены на ремонт и реконструкцию дорожной сети областного центра. В этом году работы будут продолжены. Сейчас те работы, которые не были закончены в 2014 году, они найдут свое предложение в 2015 году. И они все включены в план. В Уральске будет продолжено строительство новой городской площади и территории отдыха рядом с Алтанат-Сарай. Также будут сданы в эксплуатацию новые скверы. Планируется реконструкция улицы номер 3 между микрорайонами Астана и Жана-Орда. И за счет средств КПО БИВИ планируется реконструкция улицы Ихсаново на участке от Чаганабежной до Рубежинской и проспекта Достык от улицы Пугачёва до улицы Маметовой. В марте 2015 года в Уральске начнут строить многоэтажные дома на месте аварийного жилья. В 2015 году у нас планируется строительство и введение семи домов. Из них один дом для очередников, три дома по линии молодой семьи и три дома по линии жилстроя Сбербанка. Также у нас по благоустройству идет микрорайон Уральск-Отрог, Уральск-Саратов многоэтажные застройки. Также планируется продолжение работы, которые начались в 2014 году, по дорожным работам, внутриквартарным дорогам. Потом планируется также продолжение работы по строительно-монтажным работам обводных каналов микрорайонов Кингала, Сартау и Куктим. Депутаты городского маслехата попросили исполнительный работ не затягивать со сроками и следить за качеством. За качеством, в принципе, мы следим. Есть гарантия три года. Я сегодня вопрос поднял, вы, может, слышали, что именно проводится инспекция с сотрудниками, где те участки осматриваются и производятся. Представляются претензии непосредственно к тому, кто проводил работу. Они бы это должны справиться в течение трех лет. Поэтому только за нами контроль остается. Как было отмечено, работы в этом году предстоит немало. И выполнение задач, поставленных в программе Нурлыжол, зависит от всех нас. Сегодня в городском Акимате обсуждали инфраструктурные изменения, которые ожидают наш город в 2015 году в рамках программы Нурлыжол. Кстати, нетрудно заметить, что и само здание городского Акимата претерпело ряд изменений. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Десять лет в квартире ветерана Великой Отечественной войны Ванифантия Сидоровича Чебакова сырости плесень. Проблема в прохудившейся крыше. После первой течи ветеран поспешил к председателю КСК «Кристалл» с требованиями устранить проблему, но получил отказ. Куда только после этого не обращался Ванифантий Сидорович, проблема так и не решилась по сей день. Комиссию создавали ЖКХ и депутаты, к которым за помощью обращался ветеран. Депутаты, в свою очередь, обсудили этот вопрос с КСК и решили, что ремонт в квартире сделают сами, а крышей займется КСК. Однако последние обещания не сдержали, ссылаясь на отсутствие стройматериала. Я дал 20 листов шифера, и они рассказали, как делать. И когда проверили, он сделал совсем другую работу. Сделали совершенно не ту работу. Разбили весь шифер. Потом, значит, после этого, а мехно сделал всю работу. Председатель КСК «Кристалл» утверждает, что течь в квартире возникла вовсе не из-за прохудившейся крыши. Дело в системе вентиляции. Только она является причиной повышенной сырости в квартире. Если даже возникают какие-то проблемы, их действительно нужно решать посредством капитального ремонта. Текущим ремонтом уже можно подлатать частично. Вот латаем, латаем, латаем. А результат вот такой. А то, что в квартире тут забита полностью вентиляция. Вентиляцию он чистится. Квартира не дает. Доступ он сюда нам не предоставляет. Пускай работает ЖКК, или как она сейчас контора называется, «Кристалл». Надо работать с жильцами, надо убеждать, что крышу надо менять. То ли, значит, путем включения программы по замене крыш, которая в городе существует. То ли, значит, жильцов убеждать, что какие-то средства вложить в дело. Потому что всегда рушится с крыши. То, что живет человек на первом этаже, это еще не говорит о том, что его дома не коснется. Постепенно, значит, разрушаться, значит, коснется любого каждого. Этот проблемный вопрос длительное время находится на контроле у партии АКЖО, куда ветеран обратился от безысходности. Мы вынуждены постоянно напоминать и госорганам о том, что к таким заявлениям надо обращаться очень внимательно. И действительно, затянувшийся процесс дает повод, что мы направлены в направлении. И то, что в декабре повторный суд подтвердил о том, что ветеранам надо до конца помочь, подтолкнул к тому, что сегодня мы смогли собраться все. И пришли к согласию о том, что мы будем каждый в своем направлении двигаться. Сегодня было принято решение, что КСК «Кристалл» займется очисткой вентиляционной системы и косметическим ремонтом в квартире. А партия АКЖО со своей стороны заменит окна и двери. Олег Великий, Алтымбек Маякенов, Хрустам Джумашев, телеканал ТДК-42. У сайта ДВД Западно-Казахстанской области изменился адрес. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Западно-Казахстанской области. Теперь получить необходимую информацию западно-казахстанцы могут через единый портал МВД. Министерством внутренних дел республики в целях создания единой точки к официальной информации создана платформа, где объединены веб-сайты всех областных подразделений. Зайти на веб-портал ДВД области можно через веб-портал Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В разделе о министерстве имеется подраздел «Веб-ресурсы структурных подразделений МВД РК», а также на главной странице имеется баннер «Структурные подразделения МВД РК», где, кликнув в Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области, вы зайдете на наш веб-портал. Стопроцентное трудоустройство обещают абитуриентам военные вузы Казахстана. Об этом сообщил начальник управления по кадровым работам ДВД Западно-Казахстанской области. Сегодня в Казахстане действуют четыре вуза военного профиля. Кандидатов набирают из числа выпускников школ, колледжей и тех, кто уже служил в армии. На учебу могут поступать лица, имеющие среднее, среднепрофессиональное образование, годные по состоянию здоровья к военной службе. Выпускники школ текущего года сдают ЕНТ. Выпускники прошлых лет – комплексное тестирование. Обучение, питание, проживание бесплатно. Во всех республиканских вузов на нашу область выделено 61 место. Отбор кандидатов начался. Желающим поступить в учебное заведение МВД просим обращаться по адресу, по нашему адресу, это город Уральск, улица Пугачева, 45, справки по телефону 98-42-85-98-45-18. Управление кадром работы. Иногородные могут обращаться по месту жительства районной отделы внутренних дел. Город Актобер расширяется с каждым годом. В будущем планируется внести его в число городов-миллионников Казахстана. Вместе с этим увеличивается и количество автомобилей. А это значит появление все новых проблем с дорогами и регулированием дорожного движения. В самом центре города на пересечении улиц имени братьев Жубановых и Али Молдогуловой обычный пешеход сталкивается с трудностями при переходе проезжей части, так как установленный в этом месте светофор горит всего 20 секунд, и люди просто не успевают перейти дорогу. Чтобы разгрузить эту улицу, необходимо, как мне кажется, поставить левосторонние дополнительные знаки. Потому что проезжает только три машины, четвертая и пятая автоматически становятся нарушителями. У сотрудников дорожной полиции достаточно причин, чтобы останавливать автомобилистов. Из-за нехватки светофоров или неправильной их регулировки водители часто нарушают правила дорожного движения. На сегодняшний день на многих пересечениях улиц требуется установить дополнительные светофоры. И чтобы решить эту проблему, мы отправили запрос в администрацию местных исполнительных органов. Перед одним из самых крупных торговых домов Ак-Тубе установлен дорожный знак, запрещающий поворот налево. О неправильно установленном светофоре в этом месте говорят и юристы. За нами стоит светофор. Если его переставить метров 30-50 назад, на этот перекресток, не было бы необходимости без транспортного потока, который с этого магазина идет, на то кольцо пойти и назад вернуться. Могли бы отсюда налево уехать. А на это круговое пересечение дороги два года назад были потрачены огромные бюджетные средства. Теперь же чиновники собираются перестроить эту кольцевую из-за участившихся аварий в этом месте. Буквально не протолкнуться стало и на улице 101-й стрелковой бригады, где находится несколько банков, множество магазинов и торговых домов. Здесь ширина дороги должна быть 7 метров, но на самом деле она составляет всего 4. И на этой тесной проезжей части водители умудряются парковаться, создавая помехи остальным проезжающим автомобилистам. Кстати, за последние два месяца в городе увеличилось количество привезенных машин из-за рубежа на 6 тысяч. Алина Тимирбекова, Султан Сагимбаев, ТДК-42, Зактубе. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.